Друзья, всем привет! Я продолжаю рубрику «Автор-фесты для новичков» и сегодня в третьей серии мы разберем таймлайн. Начнем с того, что таймлайн — это временная шкала, где отображается вся ваша анимация, ключевые кадры и также настройки слоев и сами слои. На таймлайне отображаются композиции, их вы можете найти на панели Project. Вот, допустим, у вас есть эта одна композиция, если вы ее сдублируете, то у вас будет совершенно другая композиция. Предположим, здесь я могу поменять картинку, у меня все останется также здесь. Также вы можете ее удалить. И что касается этой же самой композиции, вы можете использовать ее несколько раз, допустим, я перекину в другую композицию, да, композиция к композиции. То, таким образом, вы можете ее использовать несколько раз, там, допустим, дублировать Ctrl-D на таймлайне. Допустим, мы раскинем картинки, но, допустим, если вы зайдете в композицию, и здесь поменяете что-нибудь, все это дело обновится в следующих композициях. Таким образом, это одна и та же композиция, просто продублированная. А теперь переходим к таймлайну. Здесь у нас есть отметка времени, она у меня в секундах. Это в случае, если у вас есть какое-нибудь действие, например, у вас видео или анимация, вы можете изменить его на кадры с зажатым Ctrl-ом, меняете. Далее, у нас есть слой. В данном случае у меня фотография. Вы можете создавать другие слои. Это текст, Solid, свет, камера и так далее. О них мы более подробнее поговорим в следующем уроке. У нас есть возможность убрать видимость у слоя, включить Solo-режим. Допустим, я вот нарисую несколько шейпов здесь. Так вот, у меня много деталей. И, предположим, мне нужно выделить все эти шейпы. Я перехожу в Solo-режим, моя картинка отключается, и другой слой с шейпами тоже отключается. И, допустим, если я нажму Solo, таким образом у меня включаются те же самые шейпы. Я вижу только шейпы. Картинки у меня нету. Я могу также и добавить, или наоборот. Далее, у меня есть цвет, цвет слоя. Я могу изменить его на любой, допустим, на синий. И если, допустим, я создам основу шейп, он у меня тоже синий, чтобы они не путались. Вы можете, допустим, поставить желтый. И таким образом вы можете различать слои. Далее, вы можете смотреть на индекс, количество слоев. Далее, вы можете переименовывать сам слой. Нажимаете Enter и переименовываете слой. Вы также можете скрыть слой, при помощи этой кнопки. Вы можете, получается, добавить также Frame Blending. В случае, если, допустим, я растяну картинку, то вы можете изменить тип сглаживания. Далее, допустим, если у меня на моем слое есть какой-нибудь эффект, допустим, это будет Curves, вы можете отключить эффект, точнее, группу эффектов. Допустим, у меня есть Curves и еще несколько других эффектов. Это Sharpen, резкость. Таким образом, нажимая эту кнопку, у меня отключаются все эффекты, или вы можете отключать их по очередности. У нас также есть параметр Motion Blur. Допустим, у меня есть какая-то анимация. У меня получается такая вот анимация. Как вы можете заметить, все достаточно плавное и четкое. Но если я включу Motion Blur, обратите внимание, когда я нажал на кнопку Motion Blur, у меня автоматически включилась эта же кнопка, без нее. Motion Blur не будет работать. И получается более реалистичнее. Получается размытие движения. Размытие движения многое зависит от скорости анимации. Поэтому чем быстрее, тем более размыто, чем медленнее, тем, наоборот, будет более четко. Так, следующий параметр — это Adjustment Layer. Допустим, у меня есть несколько слоев. Я снова зарисую шейпы. Допустим, на каждый шейп, если применять, допустим, эффект Fill, чтобы перекрасить их, допустим, Fill. У меня перекрасится только один слой. Но если я создам Adjustment Layer, Layer New, Adjustment Layer, то как можно заметить, у этого слоя автоматически появилась такая вот кнопочка. Можете ее включить или выключить. Так, без нее это просто белый Solid. И накинуть, допустим, эффект Invert. Нет, нет, лучше Fill. Мы накинули эффект Fill. Как вы можете заметить, все слои перекрасились, поскольку все те слои, которые под Adjustment, они действуют под воздействием. Если, допустим, я опущу вниз, то он перекрасит только те эффекты, которые под Adjustment. Те, которые выше, он просто не трогает. Итак, следующий параметр — это 3D. Допустим, если я включу картинку, я могу ее крутить по всем трем осям. Также могу повернуть в пространстве. И также она будет работать совместно с камерой. Допустим, я создам камеру и могу крутить. Итак, следующий параметр — это Parent and Link. Этот параметр позволяет связывать объекты, привязывать. Допустим, я создам нулевой объект и к нему я могу привязать ту же самую картинку. У меня уже есть анимация. Если, допустим, без нее я подвиню картинку, то у меня изменится анимация, поскольку я изменил позицию. Но если я, допустим, привяжу к нулю, то я могу спокойно двигать картинку и при этом ничего не поменяется в плане анимации. Таким образом вы можете привязывать ваши картинки невероятно к нулю. Вы можете создать текст, любой текст, это чистый пример, и привязать его к картинке. Таким образом ваш текст будет следовать за картинкой. Далее у нас есть возможность менять режимы при помощи этой кнопки или при помощи F4. Таким образом у нас меняется уже, уходит панель 3D. У нас появляются параметры наложения. Вы можете здесь выбрать все классические режимы, которые есть. Тоже, если у вас черный экран, как вы знаете, вы можете выбрать скрин. Для тех, кто знаком с монтажом, для тех, кто нет, прошу в этом плане ознакомиться. И также вы можете при помощи этой кнопки добавить еще дополнительные параметры это изменение длины. Вы можете изменять длину видео при помощи параметра Duration или при помощи Stretch. Stretch более быстрее. По помощи Duration вы можете выбрать определенный элемент. Также при помощи параметра In и Out вы можете подрезать ваше видео, в моем случае это картинка. Таким образом вот так вот подрезать In или Out. Вы можете также перемещаться между композициями при помощи параметра Composition Mini Flow Chat. Также вы можете включить Draft 3D. Вот у меня есть такая вот сцена, в которой используется свет, используется немного частицы, используется также изображение. Если я нажму кнопку Draft 3D, то у меня все дело отключается и все получается более плавным. Вы можете видеть, что только частицы, картинка трехмерная, нет дофа, нет света. Если я ее выключу, то все возвращается на место. Также вы можете скрыть слои. Нажимаете на эту кнопку. Shy Layer. Hide all layers. Таким образом у вас есть слой на timeline, но при этом он скрыт, чтобы он вам не мешался. Вы можете, допустим, создавать что-то новое, при этом будет взаимодействовать, но его при этом здесь не видно. Это в случае, если у вас много слоев, и вам мешают определенные слои. Вы можете включить также Enable Frame Blending в случае, если вы ускоряете видео. Также вы можете включить Motion Blur и работать с Graph Editor в случае, если вы хотите подредактировать вашу анимацию. На этом все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи.